МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 декабря в Волчевском роддоме не спешили домой. Не рвались здесь и на праздник зажжения городской елки на Центральной площади. Медицинский персонал в этот вечер принимал продовольственные наборы, причем не в количестве одной картошки на четверых человек. Безумно тяжело было видеть этих людей, говорящих спасибо за долгожданный кулек с едой, ведь обстоятельства поставили их в такое зависимое от чужой благотворительности положение. Дошло до того, что с 1 декабря не ультиматум поставили, предупредили, сказали, что если до января по зарплате вопроса ничего не решится, значит, мы, некоторые, вообще просто уходим никуда. Ну, смысл, говорит, работать без денег, а ответственность не на правду. Но мы сейчас таким составом можем тянуть, работать, давать полторы тысячи родов в год, и ничего у нас не поработает. На сегодняшний день 108 человек, которые или одиноки, или санитарки, или издалека ездят. То есть необходимо будет собрать 108 пакетов? Да, если 108 пакетов, я врачей туда не включал вообще, я не включал, у кого мужики работают на заводе, там, ну, что-то какие-то хорошие зарплаты есть, я их туда не включал. Я не буду делать как ЛЛР, по картошке каждому раздать. Нет, это вообще унизительно. Из-за того, чтобы это не было унизительно, и была какая-то польза, Я делаю по этапу. Чтобы действительно люди принесли домой пакет продуктов, его хватило бы на какой-то премии, как положено. Хотя бы. Вот из-за этого, и второй, не менее важный фактор, это то, что у нас нет возможности вагонами его сюда завезать. Да, я понимаю, я это все прекрасно понимаю. Вот сколько есть возможности собрать, все это распределяется, плюс, вы понимаете, школы, детские сады, интернаты. Будем по этапам уделять всем. На сегодняшний момент на вас я до 100 пайков уже собираю. Если есть одинаковые, лучше одинаковые, чтобы потом... Нет, там просто все одинаковые. Это самый лучший вариант. Потому что, честно, у меня напряжение внутри коллектива уже начинает. Ну да, что. Вот когда там передали, делили это все, ну честно, я сказал, я вам предлагаю, я вам даю, вот то, что привезли пополам на каждого человека. Передайте персоналу, что напряжение должно быть только у роженицы во время стратегии. Все. Почему же люди, выполняющие такую важную функцию, встречать новую жизнь, оказались за бортом внимания своих властей? Ведь ставить в такое плачевное положение стратегический медицинский объект и его персонал, это практически диверсия. Ведь в Брянке и Перевальске роддома полноценно не функционируют, а в Первомайске в ближайшее время вряд ли запустят. Понимаете, у нас как в том анекдоте. Зарплата как у дураков, а спрашивают как суммы. Вот нельзя так. Дайте нам заработную плату, мы не будем бросить никакие продукты, нам ничего нет. Я понимаю, что ее съела инфляция, что сейчас тот, кто получал там 200 долларов, сейчас получает 100 долларов в перерасчете, учитывая то, что курс. Это тоже все понимают. Но и профсоюзный комитет, и отдельные врачи говорили, что январь – это точка отсчета. По хорошему счету, остальная половина дождется тепла и уедет в поисках лучшей жизни. Службу мы потеряем в городе. Служба, история более 70 лет родильного дома. Более 70 лет. По крупицам создавалась акушерка к акушерке. Может быть где-то лучше, может быть где-то хуже, по сравнению с другими. Пытаюсь держать коллектив, внушать оптимизм, но в городе проблему с заработной платой не решит никто. Ни нынешняя власть, ни военная. Вот так как положено, так по-честному, я так думаю, что нет. Значит, надо решать это на уровне ЛНР. Ну, а на уровне ЛНР подождите, потерпите. Но при этом луганчане уже получили за два месяца, мы не получили еще ни одного раза. Почему такое отношение? Но если где-то из механизма выпадут маленькие винтики, перинатального центра просто не станет. И пока эти люди живут в ожидании своих честно заработанных денег, хочется спросить, а есть ли хоть минимальная задолженность по зарплате у министров в правительстве ЛНР? У нас нет возможности вагонами его сюда забрать. Да, я понимаю, я это все прекрасно понимаю. Сколько есть возможности собрать, все это распределяется. Плюс, вы понимаете, школы, детские сады, интернаты. Будем поэтапно уделять всем. На сегодняшний момент на вас я до 100 пайков уже собираю. Если есть одинаковые, лучше одинаковые, чтобы потом... Нет, там просто все одинаковые. Ну, это самый лучший вариант. Потому что, честно, у меня напряжение внутри коллектива уже начинает. Вот когда там передали это, делили это все, ну, честно, я сказал, говорю, я вам предлагаю, я вам даю, вот то, что привезли пополам на каждого человека. Передайте персоналу, что напряжение должно быть только у роженицы во время стратегии. Почему же люди, выполняющие такую важную функцию встречать новую жизнь, оказались за бортом внимания своих властей? Ведь ставить в такое плачевное положение стратегический медицинский объект и его персонал – это практически диверсия. Ведь в Брянке и Перевальске роддома полноценно не функционируют, а в Первомайске в ближайшее время вряд ли запустят. Понимаете, у нас как в том анекдоте. Зарплата как у дураков, а спрашивают как суммных. Вот нельзя так. Дайте нам заработную плату, мы не будем бросить никакие продукты, нам ничего не надо. Я понимаю, что ее съела инфляция, что сейчас тот, кто получал там 200 долларов, сейчас получает 100 долларов в перерасчете, учитывая то, что курс. Это тоже все понимают. Но и профсоюзный комитет, и отдельные врачи говорили, что январь – это точка отсчета. По хорошему счету, остальная половина дождется тепла и уедет в поисках лучшей жизни. Службу мы потеряем в городе. Служба – история более 70 лет родильного дома. Более 70 лет. По крупицам создавалась акушерка к акушерке. Может быть где-то лучше, может быть где-то хуже, по сравнению с другими. Пытаюсь держать коллектив, внушать оптимизм. Но в городе проблему с заработной платой не решит никто. Ни нынешняя власть, ни военная. Вот так как положено, так по-честному. Я так думаю, что нет. Значит, надо решать это на уровне ЛНР. Ну, а на уровне ЛНР подождите, потерпите. Но при этом луганчане уже получили за два месяца, мы не получили еще ни одного раза. Почему такое отношение? Но если где-то из механизма выпадут маленькие винтики, перинатального центра просто не станет. Или сказали, если до января по зарплате вопрос ничего не решится, значит, мы, некоторые, вообще просто уходим никуда. Ну, смысл, говорит, работать без денег, а ответственность не на правду. Но мы сейчас таким составом можем тянуть, работать, давать полторы тысячи родов в год. И ничего у нас не поможет. На сегодняшний день 108 человек, которые, ну, или одиноки, или санитарки, или издалека ездят. То есть необходимо будет собрать 108 пакетов? Да, если 108 пакетов, я врачей туда не включал вообще. Я не включал, у кого мужики работают на заводе, там, ну, что-то какие-то хорошие, зарплаты есть, я их туда не включал. Я не буду делать, как ЛНР, по картошке каждому раздать. Нет, это вообще неизвестно. Из-за того, чтобы это не было, неизвестно, и была какая-то польза. Я делаю по этапу. Чтобы действительно люди принесли домой пакет продуктов, его хватило бы на какое-то время, как положено. Хотя бы. Вот из-за этого и второй, не менее важный фактор. Это то, что... 16 декабря в Волчевском роддоме не спешили домой. Не рвались здесь и на праздник зажжения городской елки на Центральной площади. Медицинский персонал в этот вечер принимал продовольственные наборы, причем не в количестве одной картошки на четверых человек. Безумно тяжело было видеть этих людей, говорящих спасибо за долгожданный кулек с едой. Ведь обстоятельства поставили их в такое зависимое от чужой благотворительности положение. Дошло до того, что с 1 декабря, ну, как бы, не ультиматум поставили, но предупредили...